Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я бы хотела с вами немножечко поболтать. Вообще, на самом деле, думала о том, стоит ли на эту тему болтать или нет. Но мне кажется, что всё-таки стоит, потому что не то, что есть недопонимание, а, наверное, вот как-то свою позицию, да, скажем так, высказать. Потому что я в комментариях, к сожалению, каждому не могу вот так вот расписывать, почему так или иначе. Сейчас у меня ребёнок пошёл на курсы, и я решила в машине, я дико извиняюсь, что в машине, но всё же поболтать с вами. Я думаю, не важно, где, когда я болтаю, тоже не важно, где я нахожусь. Значит, я хочу поболтать на такую, ну, для меня, я думаю, всё-таки интересную тему. Это тема вообще продуктов, закупок и тому подобное. Так как я сейчас стала много таких видео выпускать на своём канале, естественно, появилась куча вопросов ко мне по этому поводу. И я даже не знаю, позиция это у меня или вынужденная мера. Наверное, скорее всего, вторая, нежели первая. Потому что... Значит, давайте так, что я имею в виду? Я имею в виду комментарии по поводу того, что я покупаю в супермаркетах химозные продукты. Вот так вот я выражусь. На самом деле, я этим видео не хочу никого обидеть, и сама я ни на кого тоже не обижаюсь. Просто, ну, наверное, объяснить всю ситуацию, всю суть. Кто живёт в Питере, я думаю, тот и без того всё прекрасно знает. И всё замечательно. Значит, почему я не покупаю никакие фермерские продукты, в том числе и не заказываю мясо фермерское и тому подобное? Значит, что касается, давайте, фруктов и овощей. Ну, вообще, вы знаете, да, что я живу в городе Санкт-Петербурге. И вы знаете историю этого города, и вы знаете, на чём построен этот город. Этот город построен на болоте, и наш город является, ну, скажем так, наша область, наверное, да, ленинградская в том числе, да, является тем местом, где, ну, фермерское, не фермерское, да, а вот выращивание каких-либо культур, оно требует, ну, скажем так, больших затрат. То есть у нас в феврале может быть плюс, всё может растаять, в марте могут ударить морозы. И для того, чтобы вырастить что-то у нас в Ленинградской области или в Санкт-Петербурге, это, конечно, нужно приложить много-много усилий, в том числе это касается и огородников, да, те, кто выращивает что-то у себя в огороде. У нас нет такого, что, знаете, как говорят про юг России нашей, что палку воткнёшь, она прорастёт. Вот, к сожалению, это вообще совсем даже не наша история. И даже вот если взять то, что покупать там у тех же бабушек, да, вот какие-то фрукты, овощи, ну, даже не брать то, что там я, у нас с мамой маленький такой огородик, я вам могу сказать так, что я обрезгую этого делать, в том числе я обрезгую у кого-то, скажем так, незнакомого мне покупать мясо, яйца, молоко и тому подобное. Почему я обрезгую? Я просто объясню. Я понимаю, что в магазинах там пластиковые фрукты, напичканные там, не пойми чем, курицы и тому подобное. Но вот там, где я живу, у нас, ну, во-первых, я живу около Финского залива, то есть я живу севернее, да, это про фрукты и овощи, я имею в виду. А во-вторых, буквально 20 минут по кольцевой дороге от моего дома, и я могу попасть на свалку, где запах ого-го какой, поверьте мне. Там даже когда мимо пролетаешь на машине, все равно это как бы да. Но не об этом сейчас, это есть во многих городах, и промышленные какие-то зоны во многих городах есть. То есть вопрос экологии здесь, я думаю, понятен, да, в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, и многие еще города есть, где вот много заводов и так далее и тому подобное. Здесь все понятно, я думаю, без вопросов, да. Что касается покупать бабушек, да, почему я не покупаю? Ну, потому что я видела и не раз, как все это дело происходит. Я уже вам рассказывала о том, что у нас в Ленинградской области, ну, наверное, в большинстве своем нет централизованной канализации. Она только начала строиться, и еще даже, вот, по крайней мере, у нас нет подключения домов к этой централизованной канализации. Так вот вопрос, куда все это сливается, да. Я вам сейчас расскажу. Новые дома, которые построены вот буквально там 10 лет, как и, может быть, чуть больше или только построены, они ставят септики. Не все, но ставят. Не все их чистят, не все добавляют туда бактерии и тому подобное. Соответственно, все из септиков выливается в канавы. Старые дома в большинстве своем не имеют этих септиков. Куда у них уходит канализация? Потому что водопровод есть много где. У нас есть практически в каждом доме водопровод. Так вот, куда все это сливается? С душа, я не знаю, с кухни и так далее. Напрямую в канаву. Канава напрямую в Финский залив. И есть туалет. В старых домах в основном, ну, у нас, у кого старые дома, да, старые участки и так далее, у них в основном туалет – это на улице. И дай бог, если там два кольца железобетонных, чаще всего это один. И чистить его нужно часто. Это стоит денег. И поэтому это делают не все. Даже не все засыпают бактерии, которые вот разлагают все это дело. И бактерии же тоже не так давно появились. Когда я была маленькая, такого не было у нас. И у нас в поселке была одна такая семья, ну, предприниматели, я это так назову, которые выращивали на продаже клубнику. У них было достаточно много этой клубники. И как вы думаете, чем они удобряли? Тем, что из туалета. То есть это даже не животного происхождения, а человеческого, да, вы понимаете. То есть по весне брали такой ковш, вычерпывали все из этих железобетонных колец и поливали на клубнику. Хочу я есть такую клубнику? Нет. Это что касается клубники, да, это вот живой пример, который был у меня, грубо говоря, на глазах. Что же касается птицы и всего остального, то есть мяса, да, вот как я вижу, многие девочки на ютубе показывают, по полтуши заказывают или вообще целую тушку чего-либо. Значит, если заказывать у кого-то с рук, то это нужно знать, у кого заказывать, у кого покупать. Я таких людей, к сожалению, не знаю. А просто вот так вот искать какого-то человека, да, я не хочу, потому что я брезгую. Я уже говорила. Почему я брезгую? Потому что у нас также в поселке была женщина, у которой были куры и, по-моему, перепелки и еще кто-то. Да, в общем, она держала такое небольшое хозяйство и продавала яйца. Естественно, эти яйца были дороже, чем из магазина. Но это ладно, они как бы домашние, как бы из-под курочки. Значит, здесь вопрос в другом. В том, что помимо того, ну и курочки, да, то есть сарайчик, да, и вокруг такой заборчик, чтобы они никуда не убежали. Так, соответственно, к ним в гости, к этим курочкам, приходили также вороны и чайки. Где были до этого чайки? Я не знаю. Где были до этого вороны? Я не знаю. Но и делали ли это бабушка вообще какие-либо прививки своим птицам? Я не знаю. И поэтому я брезгую. Более того, я знаю, что в кормах для животных, ну, по крайней мере, для птиц точно, содержатся антибиотики. Так вот вопрос, да. Да, куплю я курицу, которую кормили антибиотиками в магазине, и она будет стоить, во-первых, дешевле, во-вторых, все там более по санитарным нормам более хорошее, да, нежели у какой-то бабушки, которая непонятно, как содержала этих кур и тому подобное. Более того, я могу сказать, что эта бабушка больше не продает эти яйца, просто потому, что у нее разом погибла вся скотина. Из-за чего она погибла, да, вот тоже вопрос. И поэтому я очень сильно брезгую. Что же касается всего остального, там, пластиковых овощей и так далее, и тому подобное, я могу сказать, что у нас в городе Санкт-Петербурге и в Ленинградской области единственное, что растет, хорошо растет, это клюква, мороженое, брусника, смородина, грибы. Опять же, покупать грибы с рук я никогда этого не делаю и никому не советую. Объясню, почему. Я очень часто вам показывала, ну, вот как я еду, да, шоссе. У нас, значит, одно направление в одну сторону, дальше идет небольшая лесополоса, правильно, по-моему, так называется, и идет направление в другую сторону, да, в обратную. И вот между двумя вот этими дорогами, это шоссе, я повторюсь, да, с достаточно большим потоком машин, там растут замечательные грибы. Они совсем даже не червивые, и я лично видела, как люди, ну, скажем так, те, которые любят выпить, очень любят, собирали там грибы на продажу. Потом стояли около метро, около вокзалов с этими грибами и рассказывали о том, что они ездили на электричке, я не знаю, в какую-нибудь Псковскую, Новгородскую, Тихвинскую, какую угодно область, для того, чтобы пособирать вот эти грибы, которые они продают. Рыба. Если взять, например, люди, которые продают их вот так вот с рук, то здесь два варианта. Первое, это те, которые покупают на фермах рыбных и перепродают, соответственно, цена дороже. И с этих же ферм продается вот у нас в любом супермаркете, абсолютно в любом с этих же ферм. И, ну, цена, соответственно, дешевле. Или это люди, которые как бы ловят на Финском заливе. Я однажды видела, как женщина спрашивала про какую-то рыбу, я уже не помню, что это было за рыба. Она спрашивала, господи, неужели у нас водится в Финском заливе такая рыба-то? На что я сказала, слышь, ты либо покупаешь, либо уходи отсюда. Будет мне тут сейчас стоять мозги компасировать и все в этом духе. Ну, как бы понятно, что это было не только такими хорошими словами, да. А что касается вот каких-то ларечков, да, во-первых, у нас их очень много убрали в Питере. То есть их надо еще поискать, где, вот, ларечки, я имею в виду, где продаются фрукты, овощи. То есть это надо, ну, их надо поискать. И даже если вы найдете, то там, я вот живу в Приморском районе, то есть я обитаю, скажем так, в Приморском районе города Санкт-Петербурга. Кто из Питера, тот, наверное, знает. Так вот, в эти ларечки поставляется скалининская овощебаза. Ну, скалининская есть еще какая-то, у нас много этих, пескаревская овощебаза. А как вы думаете, откуда там в этих овощебазах эти фрукты и овощи? Оттуда же, откуда их привозят в магазин ленту? Все то же самое. Вот прям один в один, только цена в этих ларечках намного больше. И смысл мне вот покупать абсолютно нет. Даже если брать, покупать у какой-нибудь бабушки, допустим, те же яблоки. Я вам могу сказать, что у нас такой климат, у нас много что гниет. У нас месяц яблони может стоять просто в воде. Вот если вы оденете резиновые сапоги и встанете около яблони, то она будет по щиколотку в воде стоять. Соответственно, много у нас что просто погибает. Просто вымокает, как меня это называет мама. И вот у бабушки вы покупаете яблочки, которые в два раза дороже будут, если не больше. То есть в магазине вы их купите по 50 рублей, бабушка будет продавать по 150 рублей. Я ничего не имею против бабушек. Но вы покупаете у нее яблочки не червивые. Какого-нибудь там, они любят, знаете, говорить, что это яблоня, еще ее деда. То есть это яблони почти сто лет. И это значит сорт, который вы никогда не найдете. В общем, райские яблочки попробуйте. И в этих яблочках нет червячков. Вопрос. Почему? Бабушка, ты их чем-то опрыскивала? Нет, ты что? Нет, 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 не опрыскивала. Так вот, это неправда. Опрыскивают абсолютно все. Так вот, у бабушки можно задать ей вопрос, когда она опрыскивала? До того, как пошла вот эта зависть? Или после? Вот если после, то такие яблочки лично мне не нужны. Вы это понимаете, я думаю. А что касается вообще комментариев на эту тему, я ни в коем случае не обижаюсь на то, что мне это пишут. Я более того, я понимаю, почему мне пишут. Потому что я точно так же, например, когда мне люди говорят, там, когда я говорю, вот, грибы, там, горькушки, допустим, мне говорят, о, что это за грибы, я никогда так и не ела. Я говорю, как это не ела? Да они у нас везде тут растут, как сорняки. Да? Потому что для меня это привычно, а для кого-то это может быть что-то непривычно. То же самое те, кто, девушки, мне пишут с юга России о том, что нужно покупать там какие-то фермерские яблочки, фрукты и так далее. Да, они просто не знают, что у нас такого тут нет. И если даже это и есть, то это под огромнейшим вопросом, понимаете, насколько они по своей, я не знаю, по своему химическому составу, скажем так, отличаются от тех, которые продаются в магазине лента. И, вы знаете, здесь даже такая история, не то, что я обижаюсь на такие комментарии, просто это из серии «Сытый голодного не поймет». Вы думаете, я не пробовала ваши фрукты, которые с юга? Я не пробовала помидоры грунтовые, настоящие грунтовые помидоры, которые реально сладкие по сравнению с нашими. У нас даже если я все в огороде такие посажу, они не будут такого вкуса, как помидоры с юга России, к сожалению моему. И, конечно же, я, если честно, вот, ну, да, я вам завидую, честно признаюсь, потому что действительно на юге груши, взять ваши груши, ну, это же вкуснятина, честное слово. И, конечно же, у нас в Питере, даже если сам ты это будешь выращивать, во-первых, насколько, скажем так, себестоимость данного продукта будет оправдана выращивать его, потому что все равно приходится опрыскивать от гнили, от мучнистой росы. У меня мама в этом году моя роза обрабатывала раз пять, наверное, от мучнистой росы, хотя была хорошая погода. От мучнистой росы, от всяких, от чего такое у нас тут гнили, у нас тут всяких разных, я не знаю, всех сортов, которые такое можно себе представить, вот она у нас есть, к сожалению. Поэтому химию обрабатывать приходится в том числе. Луковый шоколухой обработать, ну, как бы нет, это вообще вот, ну, это не наша история, вы понимаете, да, и у нас же нет такого, что воткнул палку, дерево выросло, да. Ну, это, конечно, утрирую очень сильно, но суть, я думаю, понятна. Поэтому вот, вот живем вот так вот, к сожалению. Ну, и по поводу, вот я ответила, да, то же самое, домашний творожок у какой-нибудь бабушки купить. Ну, как бы нет, я очень сильно на эту тему брезгую, и в магазинах санитарные нормы соблюдаются больше, чем соблюдаются бабушками, к сожалению. Поэтому, поэтому вот такая вот у меня история со всем вот этим вот питанием и так далее. И по поводу соков еще очень часто мне оставляют комментарии по поводу того, что зачем я покупаю детям соки, это не полезно, это химия и так далее. Ну, насчет полезно-неполезно соков, в том числе свежевыжатый, я здесь не хочу даже спорить, это кто как считает. И даже мнение врачей, насколько я знаю, расходятся на эту тему, да, насчет свежевыжатых соков я имею в виду. Ну, а насчет пакетированных соков, ну, вот, к сожалению, мой младший сын не пьет компот, от слова совсем. Да, он у меня пьет чай, и на этом все. И он у меня очень мало ест фруктов, поэтому я покупаю ему соки. Я надеюсь, я на этот вопрос ответила, и, ну, вот так вот, да, по-другому, к сожалению, никак. Вот такая вот у нас история в городе Санкт-Петербурге. Я не знаю, если вы тоже из Питера, если кто-то меня смотрит, обязательно напишите, как вы вообще считаете на эту тему, но я вот как бы знаю такие истории, и поэтому меня это как-то совсем не вдохновляет. Я покупаю, да, в супермаркетах, и я буду продолжать покупать в супермаркетах. И нигде никакую тушку ни у кого я покупать не буду, потому что даже вот, я знаю, была такая история, я не помню, в каком городе, но, в общем, те, кто делает вот эту выпечку, да, торты заказные, кто их делает дома, их вроде собирались обязать проходить, ну, вот эту вот, делать медицинскую карту, да, вот эту санитарную книжку на себя же, да. Опять же, вот в чем вопрос, да, бабушка вообще руки помыла, прежде чем козу подоить, да, то есть вот, вот как бы да, поэтому я этого не делаю и не буду делать. Я, честное слово, брезгую, причем очень сильно брезгую, вот прям ужасно брезгую, и не буду, не буду покупать. Вот, и также отсюда вытекающий вопрос, который меня достаточно часто спрашивают тоже, это, хотела бы ли я вообще куда-либо переехать, потому что, ну, климат в Санкт-Петербурге мы все знаем, какой. Но, вы знаете, я вот, например, считаю, что в нашем городе минусом является только климат. Но я являюсь тем человеком, который является патриотом своего города и своей страны. Я очень люблю город Санкт-Петербург, я очень люблю свой город, и мне кажется, что лучше города нет. Это действительно, ну, это вот мои ощущения. Я могу вам больше сказать, я дитя Питера, причем такое прям серьезное дитя Питера, потому что даже когда я уезжаю куда-то на юг, я в жару себя очень плохо чувствую. Моя самая потрясающая погода, это 20 градусов и дождь. Как бы это ни смешно звучало, но я действительно вот в таком климате, как Питер, я себя очень хорошо чувствую. Я не знаю, я прямо летаю. И очень сильно люблю свою страну, поэтому переезжать никуда я бы не хотела совсем. Ну, если бы были такие бы, скажем так, условия, что мне пришлось бы переехать, да, конечно, я бы переехала, но не скажу, что я это сделала с большим удовольствием. Вот так. Так что я надеюсь, я так в общем ответила. Мне на самом деле интересны вообще вот всякие такие комментарии по поводу питания в том числе, да, когда мне пишут, что вот там у нас какие-то такие продукты, у нас такие. Вот. Так что я с огромным удовольствием их читаю. И тоже под этим видео очень бы хотела бы, чтобы вы написали вообще, или как дела обстоят у вас в городе, да, или что вы думаете вообще на эту тему, на тему покупки каких-то продуктов у тех же бабушек и так далее. Да, еще забыла сказать по поводу маленьких фермерских хозяйств, которые у нас есть, но они в основном у нас по скотине разные, да, то есть это молочные какие-то хозяйства фермерские, небольшие, да, где вот что-то такое можно вкусное купить. То есть это в основном мясо, курица, яйца, ну вот что-то такое, да, или открывают какие-то такие, ну как хозяйства, наверное, да, где закупают у более крупных ту же рыбу, например, как-то сами ее солят и так далее. Те же фрукты перекупают и привозят там в небольшие какие-то поселочки и так далее. Но опять же, это все перекупают там, где закупается лента. Поэтому вот такая вот у меня история. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Обязательно поделитесь со мной, как, не знаю, у вас, в ваших городах все обстоит. Те, которые тоже вот на юге страны, я вам в этом плане, в плане овощей и фруктов, конечно же, очень завидую, потому что была в Анапе не один раз, и, ну, правда, только в Анапе, да, но мы и на машине ехали проездом там, везде покупали, и все в этом духе. У нас, кстати, даже картошка, картошка, это ближе к Москве выращивают, то есть Новгородская область, вот туда вот все, вот там вот действительно хорошая картошка. А у нас мешок посадишь, дай бог мешок обратно соберешь. Поэтому вот такая вот у нас история. Так что не забывайте оставлять свои комментарии, я всех люблю, целую, и до новых встреч!